Вильямса 59Б. В этом доме о проблеме с лифтами знают не понаслышке. Буквально вчера Елена Позюк помогала соседке выбраться из застрявшей между этажами кабины. Женщина целый час звала на помощь. Дозвониться до спасателей оказалось нелегко. Обломался лифт, застрял между этажами. Просто сама ситуация, что не могли женщину целый час извлечь из этого лифта. Она боится замкнутых пространств. И целый час, вот целый час. Я каждые пять минут подбегала и, ну, надо говорить с человеком. Лифты в этом доме ломаются постоянно на протяжении последних нескольких лет. Менять запчасти или проводить капитальный ремонт оборудования никто не спешит. Даже из застрявших лифтов людей вызволяют неохотно. Когда приехали эти два мужчины, которые открывали лифт, и они говорят, ой, ну надо было просто попрыгать в лифте. Ну, вообще я не знаю, как это попрыгать. А если кабина оборвется, это кому вообще в голову придет попрыгать в лифте. Рецепт спасения сомнительный и опасный. Только за последние месяцы в Одессе несколько раз обрывались лифты. В многоэтажках на Среднефонтанской, Гайдара, Маршала Говорова и на поселке Котовского. Последний раз ЧП произошло 3 июня на Днепропетровской дороге. Обращаться с такими проблемами к муниципальным властям бесполезно. Те перекладывают ответственность на частные фирмы. Дело в том, что те операторы лифтового хозяйства, если можно так назвать, кроме как делать такое текущее обслуживание этого хозяйства, ничем, по сути, своим не занимались. Первое, чем обещал заняться в сфере ЖКХ новый мэр – обновление лифтового хозяйства. Но время идет, а программа по ремонту и замене износившегося оборудования так и не стартовала. Мэр признается, на выполнение одного из ключевых пунктов предвыборной программы денег нет. Мы предусмотрели в этом году 10 миллионов в бюджете на капитальный ремонт лифтов. Это, конечно, капля в море. При том, что нужно более 240 миллионов. Вместо коммунальных служб одесские лифты чинит частная компания «Одесса-лифт». Часто за собственные деньги. Но модернизация всей системы без серьезных вливаний из бюджета просто невозможна. Дарья Степаненко, Евгений Руденко, Первый городской.